Ну а мы в это время уже в своей студии приветствуем нашу гостью. Это Эльвина Абляева, начальника отдела привлечения инвестиций и перспективных проектов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот есть такое понятие, как инвестклимат и корпорация развития принцип работы одно окно для инвестора. Что такое одно окно для инвестора? Это как? Ну, корпорация развития Республики Крым является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. То есть инвестору не нужно ходить по министерствам, органам исполнительной власти, муниципальным образованием. Они обращаются к нам и получают полный комплекс услуг. Начиная от подбора площадок, консультационной услуги. Мы также помогаем подготовить необходимые документы для подачи в Министерство экономического развития. Естественно, наверное, сейчас самая топовая тема, это у нас тема туризма. В этой части больше всего инвесторов. Да, это самая привлекательная отрасль для наших инвесторов, так же, как и сельское хозяйство тоже очень их интересует. Сельское хозяйство последнее, может, достижение? Какое было? Какой мощный эффект инвестор зашел на гости, так сказать? Кого привлекли? Ну, у нас в приоритете проекты по выращиванию зерновых. Вот даже был мониторинг летом. Там просто все умнички, собрали хорошее урожай, мы даже выезжали на место, смотрели, как реализовывается проект. Также есть один успешный проект по выращиванию рыбы в Джанковском районе. Вот предыдущий проект вы говорите о открытии нового зернового завода, если не ошибаюсь, который будет предоставлять 75% зерновых полуостров, правильно? Да. А вот есть ли какие-то новые потенциальные инвесторы, которые готовы войти к нам в сельское хозяйство? Ну, к нам обращаются их много, мы сейчас просто на этапе подбора площадок. В общем-то, есть запросы, требования инвесторов, нужно проработать хорошо площадку, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Ну, и вообще, как корпорация развития Крыма, она сопровождает 27 уникальных проектов, да? И какие из этих проектов можно выделить? Ну, вот как необычные, потому что, ну, в принципе, на полуострове у нас сельхозсфера, она развита, ну, промышленных, допустим, недостаточно. Вот какой из этих объектов вы могли бы привести в пример, что, слушайте, мы не только стандартные вещи реализовываем, но даже то, о чем 5 лет назад вы и думать не могли. На самом деле мы сопровождаем гораздо больше проектов. У нас сейчас на сопровождении более 180. Мы все после подписания соглашения у нас закрепляется за проектом персональный менеджер, то есть инвестор, у которого проект реализуется, по всем вопросам, проблемам обращается к нему, и оперативно некоторые моменты можно решить. То есть сопровождающие там и совещания можно организовать, вплоть даже подключается руководство Совета Министров, если проблема какая-то глобальная. Вот. Ну, в принципе, сказать, что каких-то необычных проектов нет. Ну, что касается промышленности, вот у нас успешный проект запустился в школьном «Активгрупп», Крым-магистраль, асфальтобетонный завод, ну, это то, что промышленность. Допустим, вот я из животноводства, или как-то сказать, правильно сказать, из выращивания. Недавно вы говорили о креветках, это же тоже довольно новый инвестиционный проект. Аква-сфера вот этого, да? По креветкам, ну, они не шли как инвестпроект, они больше как, наверное, честно. Как предприниматели отдельно, да? А вот что касается площадок, вы говорили же, ну, это вот взрослые, как дети, да? Главное, чтобы ребята собрались общие по интересам, могли поговорить на одну тему, чтобы понять, можно сюда вкладывать, нельзя, поинтересоваться, допустим, как у кого здесь уже есть определенный опыт, что у нас делается. Вот, допустим, самое первое, что мне в голову приходит, это у нас Ялтинский форум, да? Ну, во-первых, мы посещаем многие мероприятия, где презентуем потенциал Республики Крым. Сейчас с коллегами ведется работа по созданию клуба инвесторов. Вот уже в ближайшее время будет первое заседание, то есть где все будут бизнесмены собираться и обсуждать перспективы Крыма, какие проекты вкладывать, какие отрасли. Из каких стран инвесторы к нам заходят чаще всего, то есть кого мы привлекаем? В основном это все местные инвесторы, ну, российские инвесторы. Материковые, да? Ну, интерес, конечно, из зарубежных, это Китай и Индия. А, ну, допустим, восточные страны, нет? Ну, восточные... Все-таки у них есть своего добра, да, достаточно? А вот, допустим, смотрите, довольно молодой предприниматель, и он думает, ну, вот есть у меня пару миллионов, но по сравнению, наверное, с теми гигантами я какая-то щепка. Вот как, можно сказать, человек интересен как инвестор, уже начиная с какого капитала? Он хочет вложить свои деньги, хочет, ну, так, инвестиции. На самом деле никаких ограничений, ну, нет. То есть любой проект рассматривается. Главное, чтобы он соответствовал в сумме вложений, запрашивая там территории. Потому что если там он запрашивает тысячу гектаров и вложит миллион один, ну, естественно, как-то это нецелесообразно. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас была Эльвина Абляева, начальника отдела привлечения инвестиций и перспективных проектов корпорации развития республики Крым. Продолжение следует...